В руках у Алексея Туарменского почтовый выпуск 2013 года, выпущенный в Китае. На изображении гора Лофушань. Казалось бы, обычная картина. Но на небольшой марке спрятан глубокий смысл, говорит Алексей. Горы – священное место даосистов. Река же – символ жизни, символ Дао. Искусствоведы же добавляют, что гора может также обозначать Нирвану. А туман, окутывающий воды – это неизвестность. То есть, когда люди, путешествуя по Дао, доходят до логического конца, они оказываются в Нирване, но пока они плывут, то есть пока они живут, Нирвана от них закрыта туманом. Таким образом, очень культурно и религиозно емкое произведение, небольшой художественный материал, который включает в себя столько различных особенностей интерпретации, что действительно его можно рассматривать на занятиях по китайскому искусству. Это только одна из марок на первой выставке, которая называется «Китайское искусство. Традиции и новые решения». Здесь представлено 107 марок из шести стран. Но стилистически они похожи, говорит Алексей. Китайское искусство, мол, всегда остается искусством. А вот другая часть выставки куда интереснее. Она и называется британская и американская литература в коэволюционном аспекте. И здесь о каждом экспонате можно говорить часами. Например, вот обычная марка с изображением Роберта Бернса, выпущенного в СССР в 59-м. И, казалось бы, что в ней такого особенного? Она вызвала широкие общественные обсуждения в Англии, так как в то время в Великобритании было законодательно запрещено печатать на марках персоналии некоролевского достоинства. То есть это могло быть изображение либо королевы, либо одного из принцев или принцесс. Но британская общественность разглядела, что в Советском Союзе вышла марка, посвященная Бернсу. И о ней преисполнились негодование, что русские смогли выпустить такую марку, а им в Англии запрещено. Впоследствии в Англии развернулось широкое обсуждение, которое закончилось поправками в закон. Теперь изображать некоролевских персон можно, если у них есть заслуги перед Британией. На холдере собрано большое количество марок с изображением разных людей. Есть и марки, посвященные франшизам по Гарри Поттеру и Властелину колец. Всего 126 марок из 17 стран мира. Выставка будет работать до 14 декабря в стенах ВУЗа.